Мой друг Китт спросил меня, каково быть инфлюенсером? Я сказал, что не знаю, потому что не называю себя так. Так что я провел исследование, узнал, что вам нужны лишь модные очки и огромный надувной розовый фламинго, которого я привязал к его машине. Каково быть в центре внимания? Довольно круто! Довольно скоро Китт понял, что быть инфлюенсером не так круто, как это выглядит в Инстаграме. Это никак не связано с видео. Я просто хотел еще раз отметить, как мне не нравится слово «инфлюенсер». Год назад, в этот день, 21 ноября 2017, я бросил пить алкоголь. Почему? Готовься к офигительно потрясной истории. Я раньше никак об этом не говорил и не рассказывал большому количеству людей об этом. Но так как суть моего канала в искренних, личных, настоящих историях, вот она. Видео про спонсированные Хони, они не влияют на его задержание. 2005-й. Год, когда был открыт Ютуб. Год, когда Северная Корея заявила о владении ядерным оружием. Вышла «Горбатая гора». Слово «секстинг» появилось в лаварях. А также в этом году я впервые попробовал алкоголь. Золотого, пузыристого и холодного пива. Перенесемся через эти неловкие годы к моему 18-летию, когда я смог официально пить алкоголь в Южной Африке, и выпивка стала для меня спортом. У меня толком не было ответственности, и я не очень-то и хотел заканчивать школу, и я жил ради тусовок. Позвольте мне стрять. Это не будет историей о том, как я проснулся в канаве или начал молить богов о спасении. Нет. Это скорее интроспекция моих воспоминаний, история без сожалений. Круто. Так, где мы остановились? Я раньше тусовался каждые выходные. Мои друзья начали называть меня Дэнни Нитро. И если честно, я до сих пор не знаю почему. Думаю, наверное, это из-за того, что у меня не было выключателя. И в итоге нас с друзьями отстранили от школы за пьянство. Дважды. После этого я начал свою карьеру режиссера, и мне повезло встретить девушку по имени Таш, с которой вместе я открыл свою первую компанию, If Not Why Not. В общем, я отточил искусство одновременно пить, тусоваться и снимать фильмы, когда мы снимали различные мероприятия. Большие, маленькие, главное, чтобы была тусовка, и у вас были деньги, чтобы заплатить за видео. И я появлялся там на полных парах. Очевидно, компания не принесла никаких денег. И мы ее закрыли. После этого я несколько лет жестко тусил, и параллельно снял несколько фильмов, чтобы сводить концы с концами. Я был такой гораздо более молодой и менее успешной версии Хэнка Мудди из Калифорникейшн. Я использовал мой креатив, чтобы вести разгильдяйский образ жизни. И это было круто. Большую часть времени. Я никогда не был агрессивным пьяницей, а скорее тем, который становится крайне нахальным. На тот момент моей жизни, опрокинув пару стаканов, в разных обстоятельствах, я ломал себе руки, ногу, выбил моему другу зуб. Меня избивали несколько раз, я попадал в тюрьму за нарушение порядка. Меня бросали три раза. Я запрыгивал на главную сцену фестиваля и был выведен. Я получил запрет на посещение многих фестивалей. Я попадал с крыши на Каннском кинофестивале, когда пытался провести туда девчонок, и потом меня увезли на кушетке прямо перед моими клиентами. Я пропустил множество международных перелетов. Падал в канал Амстердама. Однажды пытался поцеловать парня с длинными волосами, думая, что это девушка. Я нарисовал свое имя на доме мамы моего друга. И вломился в забегаловку, чтобы сделать себе мороженое. По какой-то причине вся эта хрень казалась очень смешной. Но так и есть. Но я тогда еще не понимал, каким дураком себя выставляю. И чуть более года назад я снимал документалку о том, как найти любовь в странных местах, и встретил парня по имени Глен. Ему было 74 года, и он пил каждый день с 18 лет. Это 56 лет активного алкоголизма. И когда я говорил с ним о любви и о других темах, он сказал мне, Дэн, ты знаешь, за всю свою жизнь на этот момент я потратил более 300 тысяч долларов на алкоголь. И теперь я остался без семьи, без друзей, без дома. И я попрошайничаю светофора, чтобы выжить. Затем я пошел домой и поискал информацию о Глене, и узнал, что однажды он был успешным банкиром, который потерял все в своей жизни. Я знаю, что это крайний пример, и он не для всех. Но это очень меня зацепило. В ту ночь я сидел над ноутбуком и понял три вещи. Первое. Я один потратил около 112 тысяч долларов на алкоголь. Если посчитать, сколько это в пиве, и принять бутылку за два доллара, то получится 56 тысяч бутылок. А если посчитать в олимпийских бассейнах, то выйдет один, еще четверть бассейна пива за 12 лет активного питья три раза в неделю. Два. Мои намерения не совпадали с результатом. Я никогда не хотел пойти и сломать себе кости или испортить себе репутацию. Три. Выпивка была единственным, что удерживало меня от карьеры успешного и творческого человека. Я знал, что мне нужно бросить пить. Раз и навсегда. И это было нелегко. Сначала я считал каждый день и отмечал юбилеи, но это стало гораздо проще, тем больше, чем больше я понимал, насколько продуктивным я стал. И когда я проводил мои выходные на серфе, разъезжая на волнах, а не на тележках из магазина с горы, год спустя все изменилось. Но вам придется подождать моего итогового видео в конце года, чтобы узнать все подробности. Но серьезно, я тут не читаю наставления, и я не хочу этим заниматься. Никогда. Я вернулся, чтобы увидеться с Гленом на том же перекрестке примерно неделю назад, но узнал, что его не стало. Я очень хотел рассказать ему, как сильно его история повлияла на меня и как она изменила почти весь мой взгляд на мир. И потому я решил набраться смелости и поделиться моей историей с вами. Если у вас есть проблемы с выпивкой или играми, или наркотиками, или соцсетями, да с чем угодно, что кажется вам влияет негативно на вашу жизнь, помните, что вам готовы помочь. И мне за это не заплатили, но я оставлю ссылки на некоторые линии помощи в описании. Спасибо, что посмотрели этот выпуск. Пошлите свои мысли в комментарии. И не забывай, ты классный, бру. И увидимся в следующую среду. О, подождите. Сейчас будет крутой джингл, который мы с Люком записали для завершения. А спонсора пару слов и немного о жизни. Вам понравилось? Круто, надеюсь, что так. Немного о моей жизни. Много очень классного впереди. Во-первых, главный вопрос, вернусь ли я в Нью-Йорк, что происходит, что будет с Кейси. Я вернусь в Нью-Йорк, но не в этом году. Кейси приедет сюда на праздники, через несколько недель мы потусим, а затем в следующем году, в феврале, я запускаю второй сезон. Сейчас мы заняты всеми подготовками, и я разбираюсь, как рассказывать наиболее полные истории, еще выясняю, что бы я хотел снимать и что больше всего хочется видеть вам. Мерч. Еще осталось немного мерча. Черные майки, майки Нью-Йорк. Так что, если вы перейдете по ссылке в описании и зарегистрируетесь на Хане, то получите отличную скидку там. Кидайте мне в Твиттере свои фото с мерчем. Если у вас нет Твиттера, пишите мне в Инстаграм. Я очень хочу видеть всех, кто носит мой мерч. Если вы уже купили мерч, то тоже кидайте. И что еще происходит у меня в жизни? Да. Я очень счастлив. Я сейчас в очень хорошем состоянии. И я очень усердно работаю дни и ночи, но я бы не хотел от этого отказываться. Да, мы закончили. Это конец. На этом все. Я как бы уже попрощался, так что, ну, не забывай, ты классный, бру, и увидимся в следующую среду. Субтитры сделал DimaTorzok